Мордовские лыжники даже в жаркое время года не прекращают тренировок и активно готовятся к зимнему сезону. В настоящее время под руководством старшего тренера сборной Мордовии Олега Аданечкина занимаются около трех десятков перспективных лыжников, за исключением тех, кто попал на централизованную подготовку в состав национальных команд. Таких спортсменов у нас трое. Во взрослой сборной бронзовой призер Олимпиады Анастасии Кулешова, в молодежке уроженец Инсара Игоря Митрошин, а в юниорской победительница первенства страны Екатерина Никитина. Все остальные подающие надежды мордовские лыжники готовятся в Саранске. Говоря футбольным языком, уже в качестве играющего тренера нашему наставнику помогает Рауль Шакерзянов. Уроженец Пермского края переехал в Саранск 15 лет назад. За это время успел стать победителем Всемирной универсиады, юниорского чемпионата мира и множества всероссийских турниров. А главный обзавелся семьей и стал отцом. А его сын уже тренируется в группе Олега Аданечкина и планирует выступать за Мордовию. Помогаю Олексу Рафимовичу, детям и своим, и мордовским. Я уже свой. Тут 15 лет бегаю за Мордовию. Как бы все нравится. Тренируемся все лето здесь. Подумываю на этот год или на следующий сына за республику Мордовию, чтобы бегал. Потому что все равно все сборы здесь и летом, и зимой выезжаем вместе. Так думаю, это к лучшему только будет. В прошлом году в составе юниорской сборной готовился к сезону и Александр Осипов. Однако травмы не позволили ему полностью раскрыть свой потенциал. К предстоящей зиме представители республиканской комплексной школы Олимпийского резерва готовятся уже в Саранске. Ко всем неудачам добавилась еще и травма ноги, поэтому спортсмен компенсирует отсутствие роллерной подготовки занятиями на тренажере. В связи с отсутствием международного допуска для лыжников в следующем году будет организована насыщенная программа внутрироссийских стартов. Поэтому спортсменам будет где себя проявить. В предстоящем сезоне будет ряд серьезных соревнований. Если вы слышали, Елена Валерьевна озвучивала, а сейчас уже в календарном плане вышло такое мероприятие, как спартакиада сильнейших лыжников России. Оно будет проходить в Тюмени в феврале месяце. Туда будет очень, ну скажем так, если честно, условий допуска пока не знаю, но там будут представлены, скажем так, вся наша элита. Надеемся, что не только те, кто сейчас в сборной, но кто-то из этого состава, ребят, будет участвовать в этих соревнованиях. Также в этом году спартакиада юношеская, это 2006-2007 год рождения. То есть такие серьезные и, скажем так, престижные соревнования, у которых очень престижно попасть на финал даже, потому что очень сложный отбор. Но это основные соревнования, наверное, которые, ну так же, как и передство России, чемпионаты России, конечно, это самые главные, наверное, старты. Контрольная тренировка подвела черту под вторым сбором нашей команды. Далее последовало участие в соревнованиях. С 26 июля на базе лыжно-биатлонного комплекса начнется третий сбор. В летнем сезоне планируется проведение двух чемпионатов страны по лыжероллерам среди взрослых. Они пройдут в конце июля в Ханты-Мансийске и в сентябре в Малиновке Архангельской области. А также первенство России, куда отправится большая группа мордовских лыжников. Оно состоится в Подмосковье в конце августа. Юрий Васипов, Евгений Фролкин. Программа «Наш спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова